Здравствуйте! В эфире городского телеканала ЮТВ новости. О самых важных и интересных событиях этого дня вам расскажут мои коллеги и я, Валерия Шарова. Перейдем к главным темам этого выпуска. Школу в Олегском районе закрыли на карантин. Фельдшер с коронавирусом делала прививки детям без средств защиты. Избиратели и кандидаты жалуются на нарушения при проведении досрочного голосования. Большую часть из них в избиркоме опровергают. По версии Следственного комитета Николай Стремский насиловал приемных детей на протяжении 20 лет. Спустя год после сдержания дело передали в суд. В устав Оренбургской области могут внести изменения. Часть полномочий губернатора могут отдать федеральному центру. Об этих и других новостях более подробно далее в выпуске. Гаи из-за коронавируса на карантин закрыли реанимацию и роддом. У сотрудников учреждений нашли ковид. Информацию подтвердили в региональном министерстве здравоохранения. Часть пациентов будут направлены в Орск. В муниципалитете сохраняется неблагоприятная эпидобстановка. Также стало известно о заражении коронавирусом фельдшера из села Яман Илекского района. При этом она контактировала с пациентами и делала пробу МАНТУ местным школьникам. Родители учеников сообщили порталу Вести РАМа о том, что медработник провела процедуру без их одобрения. Кроме того, не используя средства индивидуальной защиты. О положительном тесте на ковид женщина узнала позже. Как сообщает Эхо Москвы в Оренбурге, школу в Ямане закрыли на карантин. В региональном министерстве образования прокомментировали, что без согласования с родителями несовершеннолетним прививки делать не имели права. Ведомство проводит проверку. Следственный комитет России озвучил обвинительное заключение в отношении священника Николая Стремского. По версии следствия, он совершал преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних в течение 20 лет. Николай Стремский обвиняется по семи статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. В их числе насильственные действия сексуального характера, истязания, вовлечения детей в употребление алкоголя и не только. По версии следствия, преступления совершались 1999 года. В числе пострадавших 11 несовершеннолетних. Дело Стремского передано в суд. Его рассмотрения начнут этой осенью в Саракташе. Со 2 по 7 сентября оренбуржцы подали 23 жалобы на нарушение при проведении досрочного голосования. Больше всего избиратели и кандидаты жалуются на незаконную агитацию. В избиркоме прокомментировали возможные нарушения и даже дали советы для тех, кого принуждают отдать свой голос за определенного кандидата. 17 из 23 поданных жалоб на нарушение при проведении досрочного голосования не подтвердились. Еще 6 заявлений сейчас находятся на рассмотрении. Как сообщил председатель избирательной комиссии Оренбурга, в 2015 ситуация обстояла хуже. За аналогичный период было подано 72 жалобы. Также Александр Вадин рассказал, что заявления поступают не в ведомства, а в правоохранительные органы и суды. Это, по его мнению, не позволяет оперативно выехать на место и устранить нарушения. Жалобы в основном были поданы на действия членов участковых избирательной комиссии по участкам 10-62, 10-64, 10-67, 10-57, 13-41, 11-24, 11-25, 11-47. Нарушений избирательного законодательства, которого повлияло на волеизъявления наших избирателей, мы не находим. Экраном является мониторчик, который завешан какой-то тряпочкой, или это папка-скоршеватель, или столик в уголке. Предварительное голосование проходит бюллетень, вложит конверт. Конверты должны быть запечатаны, подписи должны стоять на месте склейки конвертов, но этого нет. Это все приводит к факту фальсификации выборов. Людей массово приглашают голосовать досрочно. Зачем? Отмечу, что справедливо-росам не разрешили провести пикет против нарушений на выборах, сославшись на коронавирус. Однако в региональном отделении партии сообщили, что заявлено было 15 человек. Это не противоречит указу губернатора. Также они отметили, что в городе уже проводили массовые мероприятия, а один из кандидатов от партии власти даже устраивал концерт с десятками зрителей. Больше всего оренбуржцы жалуются на незаконную агитацию за кандидатов от «Единой России». Не на всех УИКах были выставлены информационные стенды. То есть человек приходит и в принципе не понимает, за кого ему голосовать. Но гидка ЕР с символикой висел на информационных стендах. А не задаемся мы ли вопросом, что это делается специально кем-то? Я, например, доверяю профессионалам, директорам школ, которые чуть не плачут, и председателям участковых избирательной комиссии. Александр Владимирович, мы вчера все убрали. Я говорю, ну почему опять висит? Значит, говорю, дежурного поставьте. Убирайте постоянно. Как сообщили в партии «Справедливая Россия», на избирательных участках нарушаются и права наблюдателей. Их не допускают к спискам избирателей и не принимают акты нарушений. На участке, который находится в центре долголетия, наблюдатели не допустили, сославшись на то, что справятся своими силами. Политический скандал разгорелся и в Орске. Председатели одного из УИКов обвинили в незаконной агитации на родительском собрании за двух кандидатов от партии власти. В региональном отделении «Единой России» заявили, что не имеют к этому никакого отношения. Сейчас предполагаемое нарушение рассматривается в избирательной комиссии и суде. Как сообщает портал «Урал-56», Галина Холодова пять лет назад была осуждена за присвоение средств, выделенных на проведение выборов. В избиркоме Оренбурга создана оперативная группа, которая выезжает на места по фактам нарушений. Телефон горячей линии 98-75-16. Как заявил Александр Вадин, на воле изъявления избирателей никто повлиять не в силах, даже если начальник заставляет вас задать голос за определенного кандидата. По его мнению, можно сказать работодателю, что выполнил просьбу, а на деле проголосовать по-другому. Напомню, досрочное голосование продлится до 10 сентября. На данный момент приняли участие в выборах 13 579 избирателей. 11 и 12 сентября пройдет предварительное голосование, а 13-го – единый день голосования. Анастасия Клесова, Никита Плотников, городской телеканал ЮТВ. Оппозиционные кандидаты в депутаты Чебеньковского сельсовета снова вышли на пикет. На этот раз к зданию областного правительства. Они считают, что их намеренно не допускают до выборов и просят губернатора восстановить правовую справедливость. Заявление кандидатов в депутаты можно было подать в избирательную комиссию до 29 июля. Кандидаты Чебеньковского сельсовета зарегистрироваться не смогли, как они утверждают, из-за всяческих препятствий местной комиссии. Местный ИКМО возомнив себя, ну, наверное, богами на привале на Конституцию Российской Федерации, на закон о выборах Российской Федерации, просто нагло, демонстративно игнорирует решение избирательной комиссии Оренбургской области, территориальной избирательной комиссии Оренбургского района, которая дважды в своих решениях указывала, чтобы нас зарегистрировали в качестве депутатов. Сзади судебное разбирательство Центрального районного суда, где было вынесено решение, что ИКМО не может подавать в суд на вышестоящую инстанцию того же органа. Апелляцию кандидатов рассмотрят в областном суде 11 сентября. Однако проблему это не решит, они по-прежнему не внесены в списки, а значит не участвуют в выборах 13 сентября. Идет искусственное затягивание времени. Чтобы сейчас вносить кандидатов в бюллетени, это надо перепечатывать бюллетени. Со 2 сентября досрочное голосование их придется признавать недействительными. Пикет политиков возле правительства был сразу же замечен. На переговоры с кандидатами вышел Роман Цуканов, начальник управления внутренней политики региона. С его помощью кандидаты написали заявление на имя губернатора. Им пообещали разобраться в ситуации в течение суток. Валерия Шарова, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ. Архитекторы представили визуализацию дизайн-проекта реконструкции сквера на 8 марта. Как сообщила главный архитектор области, в реализации проекта помогут местные предприниматели. А каким пространство видят оренбуржцы, узнавал Александр Кацун. В Оренбурге представили проект визуализации сквера на улице 8 марта. Архитекторы решили отойти от классической модели благоустройства парков. В сквере улучшат уже имеющиеся малые архитектурные формы и дополнят их новыми объектами. Так фонтаны обновят и сделают их более современными. А возле одного из них смонтируют сцену для выступлений уличных музыкантов. Проект сквера заложены такие современные тренды, как малоархитектурные формы, которые у нас в виде пергол. При этом мы делаем зонирование для уличных музыкантов. Освещения у нас будет много и оно будет фактически все скрыто. Плюс у нас есть трехъярусное зеленение. Это мало где сейчас применяется. Ну и само отхождение от классической планировки парков. То есть не прямые формы, а более такие обтекаемые, природные. Проект разрабатывался с учетом мнений горожан, предложивших массу разных идей. Отметим, что сквер не оказался в лидерах голосования проектов благоустройства. Однако оказалось, что в реконструкции территории заинтересованы бизнесмены. С подачи бизнеса Центр развития городской среды начал работать над проектом, чтобы понять, сколько же он будет стоить в конце реализации, что здесь можно вообще сделать. Теперь остался опыт и дело за реализацией. Я думаю, что бизнес нам также в этом будут помощником. Ну и также, конечно же, нам надо синхронизироваться с другими программами. Может быть, озеленение городское, которое сейчас проводят массово. Может быть, еще какие-то по освещению программы есть. То есть это надо смотреть, чтобы сквер получился таким, каким он есть сейчас в проекте. По предварительной информации, проект благоустройства может быть расширен. Также будет реорганизовано автомобильное движение на дороге за сквером. Его планируют сделать односторонним. Александр Кацун, Федор Бородацкий, городской телеканал ЮТВ. В устав Оренбургской области могут нести изменения. Некоторые из них касаются полномочий губернатора. За или против проголосуют депутаты законодательного собрания. Смотрите в материале. 31 августа спикер законодательного собрания Оренбуржия Сергей Грачев внес на рассмотрение проект закона о внесении изменений в устав Оренбургской области. При вынесении любого законопроекта на рассмотрение депутаты могут подать свои предложения и замечания в законодательное собрание. 2 сентября Владимир Фролов внес 15 поправок к поступившему проекту, однако получил отказ в рассмотрении. Ему сообщили, что регламент законодательного собрания не предусматривает их подачу к проекту закона о внесении поправок в устав Оренбуржия. В уставе области, так как мы субъект Российской Федерации, должны быть прописаны четкие взаимоотношения с центром, с федеральным бюджетом. О чем я говорю, что нельзя так распределять доходы между центром и регионом и должны учитываться интересы населения Оренбургской области. Какого-либо обсуждения этих поправок, скажем так, в законодательном собрании не происходит? По мнению депутата Фролова, предложенный запрет на создание общественных объединений в целях экстремистской деятельности нелогичен, ведь к ним можно будет отнести все объединения, выступающие против политики президента, даже те, что призваны отстаивать права народа и его законные интересы. Сами оренбуржцы считают, что должны принимать участие при обсуждении таких законодательных инициатив. Должны, потому что все-таки не только, наверное, правительство решает проблему, но и народ тоже. Если мы участие принимаем об изменении Конституции, то почему бы нет? Но если это повлияет на получение социального статуса самих оренбуржцев, то они обязаны? Они должны принимать участие, потому что оренбуржцы – это наш город, мы здесь живем, и также должны какие-то поправки вносить, изменения. Пока неизвестно, будет ли проходить общественное обсуждение этого документа. Владимир Фролов считает, отказ рассматривать его поправки в закон нарушают право законодательной инициативы депутата. По данному поводу парламентарий уже обратился в региональную прокуратуру. Как расценят данные действия надзорные ведомства – пока неизвестно. Собирит Горов Олег Бриндеев, городской телеканал ЮТВ. Оренбургские предприниматели будут обязаны маркировать духи, шины и товары легкой промышленности. Правительство России таким образом собирается бороться с подделками. В новой системе уже около двух тысяч оренбургских предпринимателей. Как это отразится на бизнесе и конечном потребителе – смотрите в сюжете. Систему маркировки для производителей, импортеров и торговцев начали вводить с 2019 года. Первыми под нововведение попали табачная и молочная продукция – велосипеды, лекарства и обувь. С 1 октября маркировать необходимые духи и фотооборудование. С 1 ноября – шины и покрышки. С января следующего года – товары легкой промышленности. Для усиления контроля за движением от начального производителя и до прилавка. Где произведена, кем произведена, откуда выпущена и все такое прочее. Ну и плюс дополнительная отчетность. Возможно еще и какие-то проверки. Собестоимость от этого будет повышаться. Соответственно, все это будет закладываться в цену товара. И все это ляжет на конечного потребителя, на вас с вами, на всех, на нас. Основная часть товара, которые есть шины духи, они нелегального происхождения. Товары производителя, которые выпускают без документов, не облагаются налогами. И государство хочет увидеть, какое количество товаров было вообще продано по данной номенклатуре. Им, в принципе, эта маркировка на степень налогообложения никак не действует. Маркировка работает только с кассовыми аппаратами. Внедрение новой системы обойдется предпринимателям от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, средства потребуются и для технического обслуживания. Для предприятий микробизнеса, у которых штатная численность меньше 15 человек, я считаю, все затраты на маркировку должны полностью покрываться государством. Также дальнейшее ее обслуживание. За игнорирование обязательной маркировки тех или иных товаров грозит штраф от 5 до 300 тысяч рублей. А может быть, чреватой уголовной ответственностью. Справочную информацию о маркировке можно получить по телефону, указанному на экране. Собирь Едгоров, Валерия Шарова, Максим Морарь, городской телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте utv.ru или в нашем инстаграм-аккаунте utv.orin. Если у вас возникли вопросы, звоните по номеру телефона 430045. С вами была Валерия Шарова. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok